Какой-то пропускает, да, удар. Интуитивно начинает как бы отбегать от соперника, что делать не нужно в данном этапе, потому что все очень просто. Когда вы начинаете отходить, пропустили удары, да, и, конечно, это инстинктно, интуитивно, вы отходите, как бы пытаетесь, да, избежать этого. Но учитывайте то, что вы для партнера, с кем вы боксируете, для соперника, вы добро даете ему разгон. Разгон для комбинации, разгон для того, чтобы у него было время подумать. То есть вы отходите, как на мешке, да, и он вас здесь бьет, как угодно, как угодно по вам бьет, потому что вы находитесь на удобное, когда вы отходите, он не составляет туда просто подойти и бить вас так же. При пропущенных ударах, либо вы, если пропускаете жесткость, у вас какая-то боязнь пропустить или много пропустить, наоборот, если идет какая-то атака, да, от трех ударов, да, два набегают на вас ударами, не надо пятиться назад, как бы это, как бы вам не хотелось. Надо не отворачиваться, не убегать, просто шаг под соперника, да, на жестком блоке, либо с попыткой пройти в клинч, просто связать соперника, как многие делают боксеры, да, если заметить. Пропустил удар сразу, раз, там, за ручку прихватил, либо они же после пропущенных не начинают отходить, потому что когда начинаешь отходить, ты просто обречен на то, что тебя нокаутируют, либо будет нокдаун тяжелый. Попали, если по вам, наоборот, шаг, да, лучше с небольшим подседом, то есть под корпус, чтобы вы могли соперника, потому что жалко, что у меня сейчас нет партнеров, так бы показал бы получше. Ну, на мешке это тоже можно продемонстрировать. Мне гораздо на мешок удобнее бить, когда вот, находится здесь, там, да, да, здесь я могу любые ударности, любые, абсолютно. При сближении цели у нас арсенал со стороны атакующего резко сокращается, да, во-первых, амплитуда уже не та, и здесь бить невыгодно, либо он уже разорвет дистанцию, либо после сокращения дистанции вы разрываете, таким образом просто это сокращение, оно прерывает его атаку, прерывает его акцентированный удар. То ли вы, когда будете отбегать, вас будут отбивать просто как попало. Бьют, раз, шаг, сократили дистанцию, либо просто к нему прижаться, чтобы не было возможности вас жестко ударить. Вот, пропускает еще один удар. Поэтому старайтесь при пропущенных, да, если большая серия идет, не надо бегать, вас будут бить, пока не устанет первый номер. Наоборот, шажочек, сократили дистанцию, разорвали, все, атака его прервана, и вы в целости. Будет пытаться до последнего, там, как бы, о, потряс, 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 о, нокаут. Старайтесь это в парах прорабатывать, если есть такие, да, проблемы у многих, ну, говорю, да, да, кто ребята там тренируется здесь. Тарас вижу, там, отбегает, отбегает, его бьют, бьют, бьют весь раунд там. Шаг к нему, все, прервал атаку. Если вы вошли уже в клинч, ни в коем случае не сгибайтесь вот так, да, вам кажется, вы близко, но у вас весь корпус открыт. То есть, некоторые ребята это знают, что он у них открытый, да, и некоторые используют это наоборот, как такое обманное действие, да, что якобы бей по печени, да, ну, раз, перехватит как-то и с контратакует. Такое тоже может быть, но в основном, если лезут, то лезут руками, отрывают весь корпус и начинается это отбитие корпуса. Нет, клинч надо, если вы входите, то старайтесь, чтобы ваше тело было, как голова, как ваши руки, ближе к сопернику. Не надо отдалять таз, потому что по факту он просто перестанет вас бить в голову и просто начнет бить по корпусу. Ну, что вы здесь сгибаетесь, у вас открыто апперкоты, после апперкотов по печени, то есть, ну, это еще проще, наверное, даже будет. Потому что если клинч, то это надо всем телом, корпус, руки прижиматься. Тогда уже, конечно, тоже другой разговор, другое дело, здесь гораздо будет тяжелее вас уже ударить. Поэтому ни в коем случае не надо бодаться, вот это показывает. Субтитры сделал DimaTorzok